Всем привет! Меня зовут Елизавета, я тренер школы волейбола Русволей и сегодня мы с вами поговорим о том, что необходимо знать для выполнения нижней передачи. Поехали! Все думают, что самое важное это интенсивно работать руками и придавать сил для отскока мяча. Забудьте, это самое ошибочное осуждение. Для выполнения качественной нижней передачи необходимо работать ногами и фиксировать руки в нужном положении. С этого мы и начнем. Итак, пойдем по порядку. Исходное положение ног. Первый и самый важный закон. Переносим вес тела на носочки для дальнейшего передвижения и эффективной стойки. Если будем сидеть на пятках, обработать мяч будет гораздо сложнее, да и в целом движение к мячу будет затруднительной задачей. Двигаемся дальше. Сами ноги согнуты в коленях для удобного перемещения и дальнейшего встречного движения ногами. Следующее, на что стоит обратить внимание, это положение корпуса. Корпус обязательно наклоняем вперед, иначе произойдет то же самое, что и при переносе веса тела на пятки. Последнее, но не менее важное положение рук. В расслабленном состоянии мы не получим нужного отскока, поэтому поднимаем руки и напрягаем. Кисти складываем в замочек, натягиваем вниз, выпрямляем локти, поднимаем плечик ушам для контроля. Так мы создаем правильное натяжение нашей рабочей поверхности. Итак, все, что остается нам сделать теперь, это контролировать правильное исходное положение, делать встречное движение к мячу ногами. Важна слаженная работа рук и ног. Если будем работать разнобой, мало что получится. Итак, сегодня мы с вами разобрали правильное исходное положение для выполнения нижней передачи. Ставьте лайки, пишите в комментариях, было ли вам полезно и получилась ли нижняя передача у вас. До новых встреч с Росволей! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова